В Омске прошел традиционный ежегодный турнир по бадминтону памяти заслуженного тренера России, основателя Омской школы бадминтона Владимира Суворкина. Его воспитанники становились победителями и призерами чемпионатов и первенств СССР, России и международных соревнований. Наибольшего успеха добился Андрей Антропов, в настоящее время председатель Совета Национальной Федерации Бадминтона. А Андрей Иванов тоже ученик Суворкина, из тех, кого Владимир Кузьмич тренировал уже в последние годы жизни. Сейчас юноша перспективный спортсмен, на всероссийских и международных соревнованиях выступает за московский клуб. Это мой тренер, в прошлом году мне не получилось вырваться на этот турнир. Я обещал в этот и, собственно, сдержал свои обещания. Ну, потому что я считаю, что должны быть его воспитанники, ученики на его турнире. Возможно, он сверху наблюдает за нас, ему приятно. Турнир в этом году получился представительный. На корты Центра олимпийской подготовки «Авангард» помимо амичей вышли бадминтонисты из Екатеринбурга, Камышлова, Москвы, Краснодара, Уфы и Новосибирска. По уровню подготовки состав спортсменов из категории «Две звезды». Это ребята, которые могут стать кандидатами в сборную России по бадминтону. А участие в турнире памяти Суворкина дает им хорошие очки для рейтинга. Судьи отмечают, что на фоне гостей омичи выступали неожиданно уверенно. Я думал, что будет, скажем, поскромнее, потому что у нас гораздо больше результатов сейчас в юношах, нежели во взрослом бадминтоне. На самом деле, Елизавета Пятина у нас играет в финале, а Вова Тупича у нас играет в финале. По итогам двух дней соревнований первое место среди мужчин занял Андрей Иванов, наш земляк, представляющий сейчас город Москву. Среди женщин Елизавета Пятина, амичка. В парных состязаниях амичи на третьем месте среди мужчин и на первом среди женщин.